привет друзья это наш третий визит в картогену так мы выбрались на велосипедах и нас ждет интересная поездка судя по всему я готов не могу понять что она значит необычная скульптура да друзья климат в колумбии очень жаркий и как здесь собственно люди живут полное свое жизненное время это для меня вопрос мы даже с моим коллегой думаем о том что возможно у них просто организм работает по-другому уже более как хладнокровный потому что берет все тепло из окружающей среды очень жарко обратите внимание жарко более того местные люди еще носят штаны пиджаки то есть я имею ввиду закрытую одежду нередко рубашки вот легко отличить туристов которые ходят в шортах юбках и вот местные люди как я сказал раньше одевается полностью сейчас мы направляемся в сторону стены хотя в этом городе бывал уже раньше это была интересная поездка много произошло за день посмотрите предыдущие видео это одно из моих самых любимых видео тем не менее интересно еще раз вернуться сюда посмотреть все немножко под другим углом вам как вам это прочная крепкая штука для чего вопрос если есть какие-то предположения есть догадки высказывайте хорошо пишите в комментариях давайте обсудим помена обратите внимание мы сейчас едем буквально по крыше здания один из мостов точнее одна из стен вывела нас вот такой площадки которая устила на такой старой плитка где мы еще такое покатали где мы еще такое увидели обратите внимание какая высота а вот сам вход в здание или выход вот одна ржавая пуха сплошной металл а а а а а нет цемента тайна этих пушек оказалась разгадана это не настоящее это муфляж вот кстати спуск в музей фортификации в музей фортификации пануар тве санта каталина это пока музей вот здесь музей фортификации ребята только что я вышел из музея фортификации это сложно назвать музеем потому что маленькое помещение но атмосфера очень нагнетающая я могу вам сказать что я такой приливчик адреналина почувствовал меня проводил туда испаноговорящий охранник который мне ничего не смог объяснить он сказал арма это единственное слово которое более-менее мне было понятно и говорит показывает жестом заходи я захожу в камеру там темно ничего не видно практически и глаза начинают привыкать сверху в потолке находится маленький квадратный люк который мы видели сверху и было слышно как дети играют как играют дети но вы представьте себе высокое помещение сырое влага а вода прямо стоит снизу то есть устила на железные пластины и место где нужно проходить и каждый твой шаг который ты делаешь этот издает звук металлического стука плотной тяжелой железной плиты который отдается эхом сильным таким кафедральным эхом это просто такой хардкор и он говорит иди показывает иди пока ты идешь и из одного помещения переходишь в другое возникает такое ощущение что сейчас ненароком дверь сзади тебя закроется и останешься ты здесь вау вау ребята стремно здесь находиться в следующем помещении которое было возможность пройти было окно и вид из этого окна тоже когда смотришь такой прощальный как будто ты видишь этот мир в последний раз я прочувствовал всю эту ситуацию на буквально несколько минут переместился в средневековый мир и и почувствовал себя заключенным которого ждет казнь атмосфера темницы также нагнетается с помощью спертого влажного воздуха слабого освещения и чувствуется вот эта неподдельная старость да неподдельная старая правдивая как мир темница конечно для туристов сделали освещение по краям это маленькие тусклые фонари которые позволяют едва заметно рассмотреть контуры этой комнаты я представляю как бы это все выглядело с факелом арма арма армия military hello hello good morning good morning good morning good morning good morning г пути обратно нет класс я чувствую себя в игре готика или что-то такое прелый воздух спертый и пыльный еще один взгляд сюда вообще никогда я раньше так темницами не интересовался солнце то зайдет то выйдет то зайдет то выйдет жарко у меня полностью мокрый рюкзак из-за того что спина вся мокрая продолжаем свое движение вдоль картогенской стены в друзья если вы ездите по подобным стенам нужно быть очень осторожным потому что я сейчас покажу вам один оптический обман посмотрите я въезжаю на мостик все хорошо да мы съезжаем с моста и что мы ожидаем то что нас ждет следующий спуск а именно вот здесь дороги самой не видно было когда подъезжаем ближе видно что спуск существует все хорошо поедем дальше а теперь обратите внимание кажется что здесь тоже есть спуск однако здесь шиш возникает вопрос почему не сделать никакое ограждение здесь мне кажется что уже не один велосипедист отсюда жахнулся или по крайней мере это не произошло поэтому здесь ничего не поставили но надо быть начеку шиш начало было обнадеживающим о мой старый друг это двери дерево и железо друзья сейчас покажу вам кусочек колумбии который о которой вы даже не подозревали обратите внимание видите эти люди с печатающими машинками которые сидят вокруг меня 1 2 3 4 5 6 7 как минимум 8 установок я нашел дело в том что компьютеры несмотря на то что сейчас 21 век не так распространены здесь и поэтому все документы все декларации все какие-то сертификаты все что необходимо сделать люди делают с помощью вот таких дельцов нанимает специально человека который печатает для них все эти документы несмотря на старину самой архитектуры в старой кардагине все равно чувствуется присутствие современного человека машины которые там едят люди аккуратно одеты но относительно аккуратно одеты а сейчас как мне обещает максим мы отправимся в ту сторону где колумбия присып перед нами в более первозданном виде жарко вау вот так выглядит местная крепость для того чтобы войти сюда я заплатил 10 долларов очередной вывод который для себя я сделал пол литра воды для такого путешествия недостаточно вон вдалеке максим машет мне рукой большое сооружение хотя когда здесь находишься оно не кажется таким большим так много людей здесь что все делают все стоят так прежде всего надо забраться на самый верх правильно идем на самый верх оттуда все видно оттуда всех видно ага понятно здесь собираются группки для экскурсии так как попасть туда однако это спуск это не то что мне нужно идем назад интересное ощущение отсюда очень хорошая обзорность вокруг и поэтому город выглядит совершенно другим как принято говорить на ладошке так а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В отличие от остальных муляжных пушек, которые мы видели в старой Картагене, именно в самом старом городе, те, которые находятся здесь, более похожи на настоящий, потому что это металл. Это видно. В то время как там цементные пизделушки. Вот такие узкие окошки. Обратите внимание, и как они сделаны, как трапеции расширяются наружу. Это ведь трапеции? Когда мне еще удастся в Картагене посидеть на обрыве скалы? На обрыве крепостей. Смотрите. Нечто непонятное находится там. Если есть идея, что это может быть такое, напишите. Выглядит интересно. И еще мне надо попробовать спуститься туда обязательно. Вот в этот спуск. Выглядит он вот так. Вот такие его дела. Вау, это был выход на уровень ниже, который я показывал сверху с высоты вот той башни. Интересно, здесь есть какие-то местные каркомбы? Или что-то еще. Есть вот такие маленькие плашбинки, откуда тоже можно было выглядывать. Смотреть по сторонам, где враги подходят. Вау. Друзья. Здесь есть какие-то закрытые помещения. Что они собой представляют? Хотелось бы узнать. Оно. 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 Как это? Метро? Привет! Как Вы? Очень хорошо. Слушайте, он здесь. Мальчик, который сейчас находится. Спасибо. В 1941 году, Британская армия решила снять 185 бутылки, более чем 25,000 солдат. Но командиры в этой форте держали много воды в этой форте. Этот молодец, родился в Спайле, но в другие времена, он стал бояться, в этих именах, с одной стороны, и с одной стороны. И этот статушен, он был в нашей очереди. И его именем был Домблас Денесю. Он был очень здоров. Он был очень важен. Он был в воде, в слое и в воде. А также в жильям. Он был в мангрови. Мангрови производили много москитов, И в принципе, их москитов начну infectать бритязь. Катеринские войны начали страдать легко. Руси 2,500 солдат. После этого мы не можем говорить про язык игры и нет брюйプ. Понимаешь? Да. Д sanctуясь! Я из Украины. Спасибо за эту историю интересного. И что там по-другому? вот здесь мы видим, как можно объяснить, как можно объяснить, самый широкий тоннел тоннел, да этот тоннел был использован для спины, в случае врага уничтожить его испанцы могут использовать этот тоннел, чтобы выйти аааа идти в реке, и идти в реке, используя пульсот, используя пульсот от этого позиции, и перехода на гампартер, у них вышло в тоннел, каждый пульс на бульсоте Вау! викторий тоннел еще? Да, ты можешь идти Да, а и я могу идти сюда? Не, не, не он приблизительно, но ты можешь идти Да, спасибо, я буду исследовать. Спасибо. Спасибо, amigo. О, друзья, интересно, видите ли вы что-то. Охренеть, класс. Так, главное не заплутать. Думаю, все меня будут долго ждать там. На этот случай... Что у меня есть на этот случай? У меня единственное есть фонарик для того, чтобы помочь вам смотреть. Да и мне, собственно, потому что я ничего не вижу. Спуск куда-то вниз. Идем. Скажу честно, если я его вижу в следующую разбилку, я развернусь. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Судя по всему он длится еще дальше, дальше, дальше и дальше. Фонарик, шо бы делаешь? Друзья, идти по такому коридору не знаю куда, это реально стрёмно да Это или для воды, или для туалета Другой ход Однако впечатляет Хорошо, что я не страдаю кластрофобией Я провел там чуть больше двух или трех минут Но атмосфера давящая Если бы еще идти с каким-то гидом, который будет рассказывать куда повернуть и где что делать Мне кажется, что там не так много развилок Но, ребят, там почти ничего не видно Ты не знаешь, как долго ты будешь идти и что тебя ждет Это ощущение не для слабонервных Класс! Класс-класс-класс Спасибо тебе, крепость За прекрасное впечатление Спасибо этому городу Спасибо этой стране Я полагаю, мы сейчас будем уже двигаться в сторону судна Может быть, по дороге словом еще Wi-Fi Но куча хороших впечатлений за сегодня все-таки усвоена День прошел не зря Теперь с чистой совестью можно действительно отправляться на судно Вот этот великий джентльмен, о котором мне говорил О котором мне сказал тот экскурсовод Без руки, без ноги и без глаза Где-то что-то написано Ладно, я не буду коверкать язык Друзья, случайно мы наткнулись на выставку оружия или чего-то еще Обратите внимание Носилки, всякое оборудование Вау! Лодки, автоматы, ружья Обалдеть! Это, наверное, саперский костюм Это робот Снайперская винтовка там стоит Большая движуха здесь собралась Наверное, или парад, или какой-то праздник Что-то, в общем, происходит Хорошо, что мы сюда пришли Наверное, всю полицию в городе собрали на этом мероприятии Очень много людей Именно Людей в погонах Погоны у них интересные Вместо полос По праву Вместо полос Спасибо, спасибо Однако ботинок Мы возвращаемся по другому мосту В прошлый раз мы ехали по дому И обратный путь держим обратно По другой дороге Смотрите, еще какие дома есть здесь Колледжио Монтесори Фух, ну что, друзья Футболочный загар мне обеспечен Посмотрите на мои плечи Стоит это двинуть Как это называется Лямку Моего рюкзака Ничего Ничего страшного Зато день прошел очень интересно Насыщенно Сегодня я почувствовал много незабываемых впечатлений Которые мне не приходилось испытывать раньше Потому что я впервые побывал в темнице Форта Также Раньше мне не приходилось спускаться по таким Узким коридорам И вообще Сам трафик Само движение По этому городу Было довольно насыщенным Надо было постоянно Быть полным вниманием Для того, чтобы не врезаться Для того, чтобы не сбили Не подрезали На пути Поэтому Этот день был таким челленджем В каком-то смысле Мне понравилась эта поездка В следующий раз, если получится Я думаю, что я направлюсь сюда В сторону новой кардогены Поэтому, друзья Спасибо вам за внимание Последний кружочек Перед тем, как сесть на судно Шпора, красавица наша Я надеюсь, что я вас не утомил Своими длинными видеокартинками Своими бестолковыми монологами Поэтому, если вам еще не нудно Если вас еще не тошнит Продолжайте смотреть Большое вам спасибо за это И пока! Субтитры сделал DimaTorzok